Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник установлен в честь православных святых, составителей азбуки Кирилла и Мефодия. Они разработали славянскую азбуку, перевели из греческого на славянский язык несколько богослужебных книг, а также, опираясь на глубокие знания греческой и восточной культур и обобщив имеющийся опыт славянского письма, предложили славянам свой алфавит. В честь святых в этот день по всей стране прошел масштабный всероссийский концерт. К нему присоединились сотни городов от Владивостока до Калининграда. В стороне не остался и Наринмар. Более двух тысяч исполнителей, большая часть из которых дети, открыли грандиозный концерт на Красной площади в Москве. Торжества начались во всех уголках нашей необъятной Родины ровно в 13 часов. В Наринмаре в концертном зале Дворца культуры Арктика почти не осталось свободных мест. Большая часть зрителей – это ученики младших классов. Ведь тема театрализованной постановки им наиболее близка. Путешествие в азбуку, но не простую, а старинную кириллицу. Азбуки, букашки, в эти таракашки, глоболь, крючки, добро, ящички. Именно так еще чуть более века назад шкалеры пытались запомнить произношение и написание букв. Ведь их названия не ограничивались парой звуков, а несли глубокий смысл, который называют основные понятия жизни славян. И хоть за основу был взят греческий алфавит, основные названия букв были придуманы специально для языка славян. В IX веке братья Кирилл Философ и Мефодий Иссалуни по приказу византийского императора Михаила III упорядочили письменность для старославянского языка. Впоследствии братья были причислены к лику святых. А день почитания этих святых, равноапостольных, 24 мая, стал уникальным. Этот праздник, он единственный в России церковно-государственный праздник, и мы говорим сегодня об азбуке, о письменности. Вспоминаем Кирилла и Мефодия, славянских просветителей. Без своей письменности у славянских народов не было бы ни древнейших письм, ни произведений великих литературных классиков и истории. Ведь о событиях прошлого мы знаем по старинным документам или летописям. Самое главное в жизни человека – это вера. Вот эту веру вместив в простые, но безмерно глубокие слова, и послали святые, равноапостольные братья Кирилл и Мефодий к славянскому миру. И наши предки восприяли это духовное богатство. И наши предки сделали его своим. Создатели славянской письменности в праздничный день почтили и в Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова. Фольклорные посиделки «Жемчужное слово русского севера» посвящены создателям азбуки, а также северной сказительнице Марфе Крюковой. Ведь без письменности её былиные песни не смогли бы дойти до нас. Алена Валеева, Дим Носкин, Телеканал Север.